весна солнышко пышет все тает голуби тусуются вот один прям близко-близко подлетел вот он малыш стесняется немножко да хороший какой и настроение поднимается еще бы ведь солнечные лучи способствуют выделению эндорфинов в крови федеральная служба безопасности россии по колодке лужской области сообщила о предотвращении нападения на прихожан в одной из московских синагог которую готовила группа радикалов религиозных очевидно исламистского толка и на фоне этого весьма знаете таким противоречивым выглядит заявление анджелы дэвис которая обвинила израиль в использовании изнасилования женщин хамасом для пропаганды знаете можно играть в политику но не стоит заигрываться потому что джина можно выпустить из кувшина а вот загнать его обратно будет не так просто анджела дэвис это такая чуиха именно чуиха которую использовали пропагандистских целях еще в советские времена помните свободу анджеле дэвис добрый день друзья с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии поддержите мою философски развлекательную деятельность и хочу вам сообщить парочку забавных фактов из мира сегодняшнего оператор гтс украины с который перекачивает газ сообщил что прокачка газа продолжится из россии через украины украину минимум до 2027 года и знаете несмотря на все происходящие события все звездецы вообще мрачный ужас все продолжается и ну что что тут можно сказать что тут можно сказать находясь здесь и сейчас я могу лишь развести руками и пожелать вам всем дорогие глубоко уважаемые зрители берегите себя не слушайте ничьи лозунги и призывы верить можно только богу и сердцу своему поле чисто созиждите его и и знаете выступил тут тот самый вот в сириусе во время всемирного фестиваля молодежи всемирного громко звучит и там вновь зашел разговор о причинах которые привели к сегодняшнему ну я говорю о мистере ну вы поняли меня о ком каблучки там потайны и все такое и что мол с сша там идет огромное количество отсылок именно соединенных штатам америки и вот подавляющего большинству стран мира вам очень нравится укрепление монополий сша я задаюсь вопросом насколько далеко от нас находится это государство и даю себе ответ минимум в десяти часах лету ну девяти скольки там и далеко далеко находятся и знаете а не плевать ли нам на то что там подавляющему большинству стран мира потом второе элита сша они справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада ссср ну вот и вот мы видим вновь некие такие душевно психологические порывы сша сами выпустили джинны из бутылки действуя в обход совбеза он в ираке и югославии других случаев по полностью согласен и ничем нельзя противоречить но что теперь надо хвататься за этого джинна как-то знаете дорогие друзья не уверен что могу согласиться вот с этим а ну я всего лишь этот обыватель и выражаю исключительно свою глупую порой точку зрения ну как могу в общем выпустили джинна из бутылки и знаете вот это вот добавляю вот если им позволено то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями знаете я это говорил не раз на пушках британской империи было написано на металле что по это последний аргумент короля последний аргумент короля насилие оружие это последний аргумент означающий что другие аргументы не подействовали означающий в сущности бессилие других институтов и инструментов воздействия на ситуацию и знаете можно смотреть на ситуацию издалека с высока из глубины задавать вопрос почему они качают газ несмотря на все а можно подумать о другом о внутреннем мире человека и вот добавлю компания цитрус в которую ашаном заведует в общем они задумываются о продаже бизнеса и ашаныча возможно у нас не будет в обозримом будущем а турецкий терминал дортиол не будет заниматься приемом российской нефти в общем весело и радостно и знаете что друзья напоследок хочу сказать что исследование в покорении такого измерения как время продолжаются и ученые заняты созданием кристалла времени об этом я расскажу в следующем видео возможно это будет на втором канале ссылка друзья мои в описании там же как и ссылки на два телеграм-канала прошу вас подпишитесь на эти ресурсы если вы решите поддержать мою деятельность друзья описание подскажет как это сделать я же хочу поделиться с вами знаете некой мыслью мыслью которую я посчитал сегодня весьма важный я написал колонку вы можете заглянуть во вкладку сообщества и там и прочитать тем же кто готов воспринимать все устно с моей физиономии я прочитаю повелитель времени и мытье пола старинным японским способом когда ты настроен на совершение действий по своей воле с охотой для улучшения качества жизни работа спорится уборка своей среды бытия действительно полезно для личности именно для личности для персоны достаточно принять то что ты часть мира вокруг и мир этот можно менять это необходимо осознать внутри себя что все не непреложно а можно менять и так вы снимете печать одну из печатей со своего разума и тогда по мере наведения порядка снаружи упорядочивание волшебным образом случится и в разуме про три пыль с поверхности ума как же сия осуществляется мною разработан совершенно уникальный и не имеющий аналогов в мире метод мою пол без швабры старым японским способом тряпка в руки в голове складывается план как я буду производить события и поверхности все обдумываю как я буду двигаться с тряпкой мою тщательно от краев к середине от уголков стен все все промываю а потом полощу каждый раз тряпку в раковине ну не в кухонной раковине полощут раковину а потом безусловно мою начисто и мой весь пол так знаете словно это ритуал не не так чтобы вымыл забыл а я вымою чтобы не было и сориночки также я применяю нюанс я запрещаю себе вставать на колени и на колено когда мой пол на корточках широким ступом или широко расставленными прямыми ногами нагибаясь в нагибе тряпку держу обоими руками и знаете получается превосходное физкультурное занятие рекомендую попробовать можно тянуться брезгливости быть не может потому что тут надо надо настроиться на понимание того что каждая пылинка и пятнышки имеют свое какое-то происхождение вот ты пролил кофе а вот надо а вот это пыль из окошка я отношусь к процессу серьезно как вообще ко всему к чему я подхожу чтобы сделать это не что-то унизительное мытье пола это на самом деле древний метод самосовершенствования и медитации разум раскрываясь покажет тебе что в пыли есть свинец из выхлопных газов с улицы все это прилетело газы образуются из нефти а нефть привезли сюда выкачив из земель из далеких далеких краев и эта пыль может нести в себе какие-то знания а теперь я все это соберу тряпкой и вымою вода смоет пыль и ссор из моего разума пыль снаружи и ссор изнутри а потом когда все вымытое чистое чистая же тряпка висит на трубе а ты тоже вымытый на стуле с чашкой горячего кофе тогда мир прекрасен приоритеты расставлены разум в равновесии с довольной и счастливой душой а тело получило прекрасную тренировку и растяжку и развитие баланса и выносливости кстати учтите во время такого мытья пола задействуется и плечевой пояс и руки и спина и тазовые мышцы мышцы таза плохо обычно люди прорабатывают а это очень важно и ноги безусловно и растяжка и выносливость знаете что это действительно наполняет тебя здоровьем хорошим настроением и равновесием духа живите счастливо именно сейчас в этот момент и когда научитесь сейчас станет всегда разум способен взаимодействовать со временем именно с временем с субстанцией время если уважаешь себя уважай свой труд от самоуважения появляется желание говорить без грязных слов не делать дурного другим людям и самому себе конечно тоже уважай себя и делай это правильно не сиди тюфиком в вечном горе но двигайся в плавно настойчивом изменении к лучшему никогда не позволяя обстоятельствам и ссору из дурных мыслей остановить самоуважение не позволяй никому а главное самому себе увести тебя с пути достоинства и уважения к себе вымой пол для самого себя пожалуйста и знаете был такой случай широко описаны в истории как сбитый японский летчик 28 лет провел на необитаемом острове когда его спасли на нем осталось только обувь кожаные ботинки он был гладко выбрит потому что он пользовался опасные бритвы и она очень надолго сохраняется и он благодаря этим двум процедурам не сошел с ума за 28 лет одиночества вся одежда на нем истлела из-за соленой океанской воды жаркого палящего солнца и джунгли вот так вот что ж несите себя с достоинством живите счастливо улыбайтесь почаще доброго денечка и знаете ну как то так становись лучше и мир будет лучше вокруг тебя хотя бы чуть-чуть подпишитесь лайк поставьте напишите комментарий труд мой братцы поддержите и в общем счастливо живите пока